Тоска и отчаяние. Последние несколько дней царят в дачных коллективах у берегов рек Илек и Каргалы. Вблизи моста на Кирпичной воду с улиц коммунальные службы почти всю откачали. Однако в свои привычные границы реки пока еще не вернулись. В некоторых домах дачных коллективов еще не откачана вода из подвалов. В осенизаторов не хватает длины шлангов, говорят местные жители. Вода ушла. Теперь не знаем, собраться или помыть. Ничего не знаем. Насколько там плачевно у вас сейчас все было? На сто процентов. Плачевно. Трещина есть? Есть трещина. Мебель не говорю. Ладно, мебель. Весь ушел. Еще не знаем, стирали машину, работает, нет. Комиссия приезжала, проверяла, сколько ущерба у вас будет? Ущерба еще нет. Комиссия почти не была. Вчера трое ходили, за пять минут зашли и отмечали, птичку поставили. И все. Во дворах многих домов сейчас сложено большое количество мебели, вещей и бытовой техники. Чтобы не активизировались мародеры, на въездах в коллективы и на улицах продолжают круглосуточно дежурить наряды полиции и нацгвардии. Но куда более насущной для жильцов проблемой остается отсутствие света и газа. Наш дом в коллективе ЭКО пребывает в плачевном состоянии. Никто из комиссии не приходил еще, не смотрел. Самое проблемное у нас – это отсутствие света и газа. Без них отопления нет, сыра в доме и холодно. Поэтому пока туда-обратно не въехали. Появись в домах инженерные и коммунальные блага, жизнь дачников лучше не станет. Они продолжат ждать прибытия комиссии по определению ущерба от паводка. Но не факт, что полученных денег хватит на полноценное восстановление жилплощадей. Многие дома из-за размыва просели, потрескался фундамент. Трещины появились как внутри, так и снаружи некоторых построек. И это уже не говоря о поврежденных водой мебели и технике, облезлых обоях и вздухшихся полах. Влад Рогушев, программа «Факт».